Всю неделю мы наблюдали за тем, как разгорается борьба между работниками ВМТП и руководством ФЕСКО. 1 октября работники ВМТП впервые вышли на митинг в поддержку бывшего гендиректора. 30 сентября транспортная группа ФЕСКО сообщила о том, что наблюдательный совет ПАО ВМТП снял Юсупова с должности гендиректора без объяснения причин. Зайрбек Юсупов имеет в коллективе неприкасаемый авторитет. Люди отзываются о нем с уважением и большой симпатией. Рабочие уверены, что их директор стал жертвой конфликта интересов. Зайрбек Юсупов показал себя эффективным менеджером и крепким хозяйственником. За четыре года под его руководством в порту прошла модернизация. Перевалка грузов выросла в два раза. Работники стали зарабатывать на 30% больше. Увеличился социальный пакет. Срочную отставку Юсупова в коллективе связывают с его требованием к руководству ФЕСКО вернуть долг. Транспортная группа задолжала своему главному активу ВМТП колоссальную сумму – 19 миллиардов рублей. В понедельник митинги в поддержку бывшего гендиректора продолжились. Выступить перед рабочими решил новый президент компании Аркадий Коростелев и назначенный на смену Юсупову гендиректор Роман Кухарук. Но высказаться не удалось. Докеры закидали обоих начальников касками. Когда те решили уйти, работники порта начали хватать новое руководство за одежду, а потом и пинать. Известно, что оба пострадавших обратились в правоохранительные органы. После этого один из крупнейших акционеров Марк Гарбер продал более 23% ФЕСКО. 6 октября на территории ВМТП собрались полторы тысячи работников порта. К ним вышел Зайербек Юсупов. Один из главных посылов его речи состоял в том, чтобы не создавать в порту точку напряженности для всего региона. Юсупов попросил докеров не позволять использовать себя в качестве политического инструмента. В четверг, 8 октября, Владивостокский морской торговый порт распространил заявление о том, что увольнение Юсупова прошло незаконно. Наблюдательный совет компании не подтвердил увольнение Зайербека Юсупова с поста генерального директора. В свою очередь, распортная группа ФЕСКО, в которую входит порт, назвала это заявление несостоятельным. Протокол заседания наблюдательного совета составлен в надлежащей форме и подписан.